Он умеет нырять на глубину до 100 метров и непрерывно работать около суток. Он может найти практически любой взрывоопасный предмет, как в толще воды, так и на дне. И это новый ответ ВСУ на заминированное Черноморское побережье – подводный беспилотник «Ремус-100». Этот дрон имеет два боковых гидролокатора и находит взрывчатку с помощью звукового излучения. Следовательно, искать мины по старинке с помощью тральщика, при этом задействовать большую группу военнослужащих и рисковать их жизнями Украине больше не придется. Он просто мониторит, ходит по маршруту и ищет объекты, которые похожи на мины, и делает это в автоматическом режиме. Характеристики его гидролокатора позволяют находить объекты размером даже с футбольный мяч, то есть крайне высокоточная система. После того, как мина, к примеру, найдена, уже отправляется дрон, который имеет оптическую камеру для дообследования, или направляется водолаз, который уже на месте принимает решение. Операторов этих дронов уже более месяца готовят в Великобритании, которая согласилась из собственных запасов передать три таких беспилотника. Еще столько же британцы заказали для Украины у производителя. Сейчас самое печальное то, что карты подводной обстановки, ну, минной обстановки у нас нет. То есть мы не знаем, что у нас находится на морском дне. Если за одну зарядку этот Ремос ходит 60 километров под водой, то есть это, я думаю, что два Ремоса таких могут, по крайней мере, за неделю точно гарантированно обследовать, значит, районы порта Одессы и прилегающих портов, то есть и Черноморского, и Южного. Получается, с помощью дронов Украина в короткие сроки может разминировать или хотя бы иметь полное представление о том, что происходит в ее водах. Это поможет планировать оборонные и наступательные морские операции, обеспечивать безопасность своих портов, контролировать ситуацию на побережье. И все это без непосредственного риска для жизни военных. Этот подводный беспилотник будет крайне полезен для поиска и расчистки нашей морской акватории, особенно очень критического района около Одесской области. По оценке британских инструкторов, украинцы, хоть и не имели ранее подобной техники, но осваивают ее чрезвычайно быстро. Сейчас уже происходит финальный этап обучения, после которого и дроны, и военные приступят к работе в Украине. Появление беспилотников «Ремус» на вооружении ВМС Украины станет логическим продолжением побед ВСУ в этой войне на море. После уничтожения крейсера «Москва» и ряда других военных судов РФ, после разгрома россиян на острове Змеиной, после подрыва вышек «Бойко» с российской военной техникой, подводные дроны позволят одержать превосходство не только над водой, но и под ней. А значит, морские штурмовые операции России станут еще менее вероятны, а приморские районы Украины будут под еще большей защитой.